Работы по индустическому индустрию. Какие-то из них, наверное, вам известны какие-то? Ну, видимо, первое, ну, не то, чтобы индустрия первая, а одна из первых работ, которой можно последить в происхождении всей этой истории, это работа Силана Игоря Аронова про седьмом уровне диффузной панковой точки. То есть это нормерный вариант индустрии, а индустрия, он отсюда вырос. И Силана Игоря Аронова, они показали, что на умерном пределе, в такой точке, что индустрия на ограниченные члены уровней в такой деке. Ответ, естественно, зависит от двух динаметических масштабов. Это одночастичное расстояние международных членов уровней деке и энергия тароуса, то есть в одно время дихую через точку. И есть два, соответственно, различных предела. Если энергия уровня много меньше, чем энергия тароуса, то ширина такого одночастичного уровня дается таким выражением, что важно, что она пропорциональна в процессной деке, и энергия на ней тароуса в половинной степени. А в принциповом пределе, практически что-то похожий, но показать не только. Основное, что из этого следует, это то, что число уровней, то есть точка, которую можно разрешить, например, с физкиопическими изменениями, оно не очень велико, в порядке жертв. Следующее сравнение энергии этого уровня с его шириной. И видно, что при энергии порядка E-W, ширина уровня становится равным со расстоянием между уровнями, и поэтому уровень сливалка. Таким образом, в данном случае, вот так. Здесь отложены энергии уровня, измеренная в расстоянии между уровнями. И видно, что с удалением энергии от энергии фирмы, такие квалистичные пики приобретаются в большую большую ширину, и в какой-то момент ширина становится равным со расстоянием между ними, и они начинают сливаться. То есть такой вот интересный результат состоящий в том, что число уровень, которое можно слить в квантовой точке, оно порядка его безразумеваемым энергансом. То есть отношение энергии Тауэса к относительному уровню сквейтингу. Но потом выяснилось, что этот результат, он правильный, но не для всех энергий, а именно для достаточно малых энергий, в нее вступает совсем другая история, которая была впервые рассмотрена Альфюрером, Гефтином, Хамьем и Эльбитом. И идея состоит в том, что вот это вычисление, которое приводит к такой картинке, основывается, естественно, вычисление членов уровня по золотому правилу ФЭГ. Этот вот результат в обоих пределах – это просто результат вычисления по золотому правилу. Вычисление улучшения уровня по золотому правилу предполагает, что уровень распадается в картину, то есть плотность состояний конечных достаточно далека. Так что взаимодействие перемешивает данный уровень с множеством распадок. И выясняется, что это золотое правило – много достаточно маленьких энергий перестает работать. Выяснить, когда именно она перестает работать, не очень сложно. Для этого нужно посмотреть на плотность трехчастичных состояний и сравнить с матричным элементом взаимодействия. Оказывается, что при энергии порядка дель, значит, на этом поле будет рисовать, есть несколько энергетических масштабов. Есть энергия таллица, она же дель дель дель. Это энергия, при которой один на толпе становится сравнима с делью. Когда одночатичные уровни перестают разрешать, то есть здесь одночатичные уровни не видны. Однако здесь, согласно результату Ивана Иванова, находятся примеры уже одночатичных уровней. Однако, на что обратили внимание, отчетов эта компания, это то, что на самом деле задача есть еще один масштаб, назовем его пока не разверточкой. который равен дель на коем же, в коем же раз меньше, чем энергия таллица. И при этом масштабе, на самом деле, вот это вычисление с Иваном Ивановым, которая говорила о том, что здесь есть примерно уже одночатичные уровни, оно на самом деле перестает работать, потому что золотой правой фирмей больше не на коем используется. и первое, что мы можем сделать, это оценить этот аналитический масштаб, на котором оно перестает работать. То есть что мы имеем? И вот здесь... Вопрос, что происходит здесь? Ну да, вопрос, что происходит здесь. Ну и ясно, что в какой-то момент золотой правой перестает работать, и вопрос, что же происходит в области левее этой точки. И идея автора состояла в том, что задача может быть отображена, в каком-то смысле, на самом деле, не очень понятно, насколько это про отображение правильное или нет, но это была такая идея, что задачу можно отобразить на задачу локализации на решетке бета. С чем это связано? С тем, что гематериан имеет в виду самопространства, если только можно его проявить, гематериан для квантовой точки, то есть одночастичные уровни плюс двухчастичное взаимодействие. И можно себе предполагать, что структура состояния в фокусском пространстве встроена иерархичным образом. То есть одночастичное расстояние, которое вы инжектируете точку под действием взаимодействия, которое нужно рассмотреть как для внесения распадается на двухчастичное, которые дальше старших порядков по В и так далее. Один, три, пять и так далее. Таким образом, возникает как бы естественная идея думать, что эта задача, будучи рассмотренными в фокусском пространстве, напоминает задачу про дерево. Но в каком смысле это дерево, понятно, что оно на самом деле никакое не дерево, потому что есть бетли, и есть переходы между состояниями на одном и том же уровне. Но в каком-то приближении была идея в том, что просматривать это все происходящее в фокусском пространстве как адресовскую локализацию на дереве. Почему адресовскую локализацию? Ну потому что, естественно, вот эти уровни энергии, отвечающие этим состояниям фокусского пространства, они фруктуруют ввиду того, что есть беспорядок. Маточные элементы перехода между ними тоже фруктуруют ввиду того, что есть беспорядок. И для того, чтобы отобразить задачу про спектр состояния в такой точке на задачу про локализацию на таком теле, нужно сделать некоторые оценки, а именно вам нужно понять, каковы несколько параметров, каково вот это число ветвления, то есть к какому количеству состояний на следующем уровне эффективно связано состояние на заданном уровне, и оценить степень беспорядка гейматичных элементов перехода в этом представлении. Несмотря на то, что эти оценки были проделаны не совсем корректно. То есть, в частности, дальше на следующем слайде я покажу, что из-за этого зума оно не совсем правильно, я не знаю, как локализация получается, но по-моему там написано, что это все неправильно. Но не очень оказалось все важным. А в частности, во-первых, нужно воспользоваться известным результатом для перехода конституционной такой решетки. Физически что означает этот переход на решетки бета? Что вы запустили в систему односистичное состояние, оно дальше пытается в все более и более старших порядках по смущению распространиться по всему дереву. То есть, эффективный вопрос в том, с какими состояниями ваше односистичное состояние перекрывается. Если в процессе распространения по этому дереву состояние, скажем, зависит только на следующем уровне, то ясно, что физо-частичное состояние, оно эффективно связано только с частичными или трехчастичными. Но, однако, что при изменении энергии глубина распространения по этому дереву, она меняется. И, в частности, на этом дереве есть переход конституционный. И авторам было показано, что если сделать такой метод с точки на дерево, то возникает еще один энергетический масштаб, связанный непосредственно с критерием антохонской локализации на таком дереве, этот энергетический масштаб есть. То, что здесь вот А падает, значит, Е с двумя звездочками. Ну, Кость, секундочку, просто хочу прокомментировать важную вещь. Вот там написана формула, это самое, с числом ветвления, которое от N. Ну, там же в кубе на 6N. Существенно, то, что это число ветвлений с N падает, и, строго говоря, в такой ситуации никого настоящего перехода быть не может. Ну, они, собственно, сами про это пишут. Да, собственно. Ну, просто, чтобы не было недоразумений, что переход, который для модели Андерса, известен, он известен для фиксированного числа ветвлений. А в такой ситуации может быть что-то похожее на резкий кроссовер, но, в любом случае, никак не переход. Ну, да, то есть в этой модели, у нее, естественно, много недостатков. Поэтому, в принципе, надо перечислить численно. Но среди недостатков, как было упомянуто, то, что, во-первых, ясно, что-то никого не дерево, а, во-вторых, даже все-таки не речь в циклами. Число ветвление, оно меняется в своем поколении, поэтому... Поэтому логарифм, вот тот, который там, это вилами на воде, да? Ну, вилами на воде, да. Как я сейчас покажу, численный счет, ну, так бы, есть относительно надежный численный счет для этой задачи, там не видно логарифма. Но то, что здесь важно, это то, что есть, как, по крайней мере, что есть? Во-первых, есть область относительно большая, в которой пики имеют... Одночастичные пики имеют логарифскую форму, то есть здесь это просто... Ушение не можно рассчитывать по правилу фермы. Есть область, в которой правила фермы уже не работают, но настоящей, как бы, локализации в этом фокусском пространстве еще нет. То есть вот эта работа, она, по крайней мере, предсказывает, что должен существовать какой-то переходной... широкий переходной область. То есть, с одной стороны, фермы начинают работать только здесь, а локализация на этом дереве, она поступает только здесь. Если верить в логарифм, то, конечно, вот эта область относительно широкая. Но если логарифм не верить, то, опять же, это под вопросом, но чистый счет показывает, что эта область, она вообще, говоря, существует. То есть на совсем маленьких энергиях просто для этой функции? А вот там, где логарифм там? А тут вот что-то там... То есть это не логица, не для этой функции? Да. Ну, сейчас есть некоторые картинки, которые могут что-то произойти. Ну, вот была потом более аккуратная работа, видимо, Медлина и Федорова, в которой, в частности, было указано, что не совсем правильно рассчитаны параметры вот этого дерева, в частности, его число ретеления, оно на самом деле зависит от энергии. То есть оно не есть уже вкупе, которое от энергии не зависит. Оно зависит мало от того, что от номера поколений, но еще от энергии. Несмотря на то, что, как видите, вот эта формула для числа ретеления, вот с этой формулы как бы, ну, в общем, мало общего энергии. Понимаете, хоть предыдущую покажите. Дело в том, что порог этот самый, который вот определяется по притерию Манель-Анкеса, он зависит от, на самом деле, от соотношения между этим матричным элементом В, который там написано, вот, и W, который ширина зона. Ну, и от К, естественно, отношение W на К. Насколько я понимаю... В W у них одно и то же. Вот-вот. У них эти все обе буквы по отдельности совсем разные, а отношение примерно такое же. То есть так случилось, что деревья разные, но вот эти параметры, они оценены по-разному. Но их отношение... На самом деле, W было именно тем, что так, чтобы вот это отношение было одно и то же. Ну, то есть, оценка W в ширина зона, это беспорядок в энергии в этой состоянии. Он просто, оценка его была подведена так, что в итоге W в 1 кг, в 1 кг. Ну, то есть, вот, по поводу числа и зрения... Разница этих подходов, это что, речь идет о том, чтобы исходную задачу более точно отмепить на дерево? Да. То есть, мирно Федоров просто сказали, давайте мы... Здесь был вот этот тэпинг, и дальше используем формулу для перехода, когда происходит переход. А мирно Федоров, они использовались тем, что они занимались немного локализацией, все-таки бета, и пытались это сделать более аккуратно. То есть, связать, получить какие-то результаты и видеть точное решение задачи про локализацию для задачи про квантовую точку. Поэтому они больше и больше были озадочены более точным, правильным элементом. Ну, и в итоге, как было указано, несмотря на то, что вроде как дерево несет, это становится немножко по-разному, критерий для того, когда наступает локализация никаких одинаков. В этой работе там есть еще другие интересные результаты, если будет время, я на них постановлюсь. Но они сделали ставку на то, чтобы более аккуратно решить разные свойства вблизи перехода, фактические поведения, в том числе. А чего это означает, что зависимость от энергии числа детской энергии важны или что-то с другого вообще? То, что результат один тоже получился. Ну, вообще, то есть, весь переход происходит. Сейчас, что это означает? Я думаю, что нет. В зависимости. Смотрите, то, что здесь сделано, на самом деле, это определена точка перехода. То есть, для определения... Я, честно, струкняюсь ответить в том, что вот эта оценка, она просто неправильная. Как интерпретировать? Да, как интерпретировать это, я не понимаю. То есть, тут просто случайно, в каком смысле, получилось, что реалендатор не тот, что... То есть, сейчас надо это еще не означает. Я скажу. Я скажу, что если бы по этой работе четырех авторов они сделали бы правильную оценку, так у них получилась бы другая точка перехода, чем у Мерлина Федора. Да нет. По идее не надо. Нет. Дело в том, что есть две величины, по крайней мере, которые... Оценят, да, на самом деле, в ВВ. Да. А и этого ответа, в ВВ, они с ней неправильные. Правильно. А, ну хорошо. То есть, по-видимому, они неправильно оценили обе величины по отдельности отношения и их правила. Для перехода все то же самое. Просто потому, что отношения правильно оценили, но... А как это вышло, это непонятно. Четное число ошибок, да. Ну, в общем, тем не менее, ответ получился такой же. Ну, крайне того, что здесь получили больше результатов, связанных с поведением этой системы, а именно на энергиях близких к энергиям, на которых происходит эта самая нокализация. Ну, и вот такой вот картинку рисуют международом. Это как раз для того, что спрашиваю. Предполагается, альфа в следующем образом это принимает. Здесь три области. Альфа, бета и с. Область С это, давайте вот на этом рисунке, альфа это здесь. То есть далеко. Ответ с отверточкой. В это, это ближай. В это. А здесь. В это близи, есть отверточка. И С это долина. Вот здесь. То есть, есть области, которые в туннельной системе представляют собой просто направлять функциональных типов. которые в туннельной системе проходят 6 000 и 10 000 метров. В эти пикеры по energeticчика можно в получить. Пол desde перехода им удобно вычислить результаты. Это образовательные, которые происходят иде date type P. Им поближе перехода им удалось вычислить and data P tilnmere сныл путь, tú cesper cldre, эти пики начинают отб我知道, и если вы подходите Если вы подходите слева, они всегда декспункциональны, а если вы подходите справа, они приобретают конечную ширину, которая потенциально мало будет за переходом. И ОДСЦ соответственно отвечает тому, что происходит вот здесь. Ну и теперь вопрос. Так как, естественно, в этой модели много приближений, у обоих авторов, которые, по сути, представляют одно и то же, можно спросить, можно ли что-то такое увидеть численно? Ну и на этот счет было несколько работ, но вот наиболее такая видимо… То есть тут, естественно, нужно пойти в опыт больших же для того, чтобы это все изучить. Ну поэтому это не так и просто. И кто-то пытался это делать с точной диагнозацией, но если делать совсем точную диагнозацию, то далеко не уйдешь. Факом всегда можно думать, что просто пошел вы недостаточно далеко для того, чтобы увидеть этот вегаизм. И вот в этой работе была сделана попытка делать не точную диагнозацию, а рассматривать сперединую динамику. То есть буквально изучать вот такой агент квадратской функции грина, средний по беспорядку квадратской функции грина на больших временах, который сводится к такой вот… cα – это сумма по точному частичному состоянию, а cα – это оператор рождения одного лимфа. Существляется вот такой агент. Он похож на то, что обычно в стерео-локализации называются participate ratio, или нюрс participate ratio, если я вам важно. И можно увидеть, что средний квадрат гринарской функции на больших временах, если вот эти астерляции изновляются, выходит как раз на то, что нужно. И… Счет делается до исходной задачи, до точки. Счет делается до точки, да. То есть здесь никакого мэппинга на динамин делать. Ну, в процессе… Естественно, для того, чтобы вычислить вот такой вот такой… при больших временах последний квадрат функции грина, счетов взаимодействия, нужно некоторые численные приближения делать. То есть они делают не… Как бы численные счеты бывают точные, бывают какими-то дополнительными приближениями. Они делают некоторые анзации, которые, в принципе, будут разумными, и получают… Но это не является точным численным счетом. Но в пределе… В некоторых пределах они совпадают с точным численным счетом, поэтому думаю, что все хорошо. Давайте сначала посмотрим на результаты. Вот здесь вот это… Мы видим, что средний… Если смотреть на квадрат функции грины при больших временах, он дает вот такую вот величину, которую сейчас непонятно, как нужно интерпретировать. Сейчас давайте посмотрим, как она зависит от времени. Вот то, что здесь изображено – это ее зависимость от времени при разных… Что cg маленькая – это номера оргий, то есть энергия, на которые вы смотрите. cg – это ответ на рождение одночастичного состояния, какого-то g номерует это состояние, естественно, знает, какую энергию это вот состояние. Поэтому вот эти вот графики, они отличаются, собственно, этой буквой g, то есть энергией состояния на гримскую функцию, которая выходит. И что здесь важно – это то, что асимптотические значения, на которые g выходит, оно очень сильно зависит от номера органа. Сейчас немного вот это вот здесь подробно не видно, но пока просто проинвестрирую эти картинки. Что здесь вот видите, здесь немножко кривая не знаю, вполне, наверное, видно. Но видно, что то, что здесь изображено, вот эти вот платы – это результат усоединения по беспорядкам, а вот такая следующая кривая – это результат для каждой из реализаций беспорядка. То есть видно, что вообще-то говоря, здесь, конечно, система конечна, поэтому для каждой реализации беспорядка они этого не видят. они вместо этого видят какие-то астерляции, которые, однако, при усоединении и реализации беспорядка пропадают. Что здесь видно – это то, что вот эта плата, она зависит от энергии. Ну и давайте посмотрим, как именно она зависит от энергии. Тут удобно вот посмотреть на это значение освещения при больших временах, как функцию… То есть вообще вариант от значения освещения является функцией G, то есть функцией энергии, и функцией контактации. То есть можно, например, спросить следующее. это вот функцией. То есть… Коробочек, я смотрю там. Да? Ну я щеку, а только здесь... да, без того где есть. Напомню. То есть тут значение… Это значение G в квадрат Z в метр бесконечности Оно зависит от энергии, которая здесь есть просто в букву G и зависит от кондактации Ну и можно спросить, а именно что с ростом энергии оно становится все меньше и меньше? Что это означает? Это означает, что ваше исходное адресистическое состояние расплывается по всему большему количеству точных энергичных Судоим распадания с ростом энергии Означает, что эта величина убывает А эта величина представляет собой как раз меру количества состояний точных и многочастичных на которые ваша ростом энергии распадается Уменьшение этой величины плато с ростом энергии Оно и означает, что вы все дальше по этому дереву распространяете Вопрос, как это охарактеризовать Вот можно спросить, при какой энергии, назовем эту энергию Е со звездочкой сейчас, при какой энергии вот эта величина становится порядка единиц? Ну, порядка единиц это может быть, там, несколько разных, несколько разных костант, поэтому здесь две предыдущие нарисованы соответствующим двум разным выбором. Сейчас, как то есть порядка единицы? Она же расплывается и становится маленькой. Ну, да, что такое маленькая, по сравнению с единицей? Ты знаешь, что в пределе t большого она на полочку выходит? Ну, на полочку, хорошо. Я не понял, почему это единица? Единица? Единица или десятка? Ну, что-то порядка. Ну, порядка единицы. Ну, вот когда она упала, скажем, два раза? То, что нуле, она равна единице, это означает, что вы не сбываетесь. Да. Ну, при какой-то энергии вы сплыветесь на следующую, при какой-то, на два сляточки, так далее. Выберем узел, признаем за... Нет, нет, критерия, я спрашиваю, нумеровка, почему она... Единица? Единица, да? Все они, все эти функции вырастают на единице. Ну, ну, констант выберем. Как единица, надо взять 1, 2, 1. Одна вторая, одна десятая, они берут вот прямо, тут написано, 2 и 10. То есть, когда она впадает в констант раз. И вот здесь вот значение этой энергии, то есть, эта величина, естественно, зависит от кондектанца. То есть, есть энергия, на которой вы расплываете уже на несколько уровней, порядка единицы, где тут эта величина, она взята просто разом. И эта энергия, она зависит от кондектанца. Вопрос как? То есть, вот здесь вот построена в логлог масштабе, зависит от этого, есть отлёдочка G. Ну, и видно, что эти точки, они как раз складываются на корень G. То есть, утверждается, что этот масштаб... Да, и это, естественно, отличает ес отлёдочки. То есть, это как раз... Тут критерий, естественно, такой относительно произвольный, но это единственный масштаб, который они в таком речне имеют, это корень G. То есть, видно, что вот эта ес отлёдочки, она идеально навыкся на закон корень G. Казалось бы, надо было бы смотреть, когда эта самая функция G, начиная с единицы на больших временах, становится очень мало. То есть, я с ним могу по-разному сделать, да. Вот здесь вот, например, построена более полная величина. То есть, вот это вот основные способы реактивизации. Есть более сложные способы реактивизации. А то, что здесь построено, это буквы, то есть, прямо-таки, вот эта сумма четвертых степеней, как функция безразмерного контактанца и энергии. То есть, это более внутренний, который, естественно, больше информации содержит. И то, что здесь надо увидеть, это то, что... Смотрите, вот этот масштаб, если... Сейчас, а верхняя кривая, это был какой-то один контактанц, да? Вот это, да, это какой-то один, по-моему, уже равно 100, что ли. То есть, теперь можно смотреть на это и со звёздочкой, и, напомню, что и, это вот эта ступенька, как она зависит одновременно от контактанца и от энергии. А что эта кривая должна сообщить? Это то, что... Вот смотрите. Сверху вниз энергия растёт. Дальше... Вот здесь она, наверное, не видно, но... Сейчас. Да, ну, в общем, то, что здесь важно, это... Смотрите, вот здесь вот, в этой области, это действительно много меньше единицы. Ну, то есть, вот здесь вот идёт от 10-2, да, нечто порядка единиц. Ну, то есть, при... Во-первых, что можно увидеть, отсюда это увидеть, когда наступает, собственно, энергетичная локализация. То есть, когда вот эта ист становится порядка единиц. Здесь она намного меньше единиц. Это значит, что здесь вы по дереву расплываетесь. То есть, как... Опять что-то из этого графика понять. Например. Видно, что... Чем больше... То есть, то, что тут происходит, вообще говоря, должно отвечать просто области вот этой. А то, что происходит тут, должно отвечать области многочастичной локализации, когда они порядка единиц. И здесь, вот здесь вам не видно, но здесь сделаны фильтры, которые, получается, предполагая, что применимы вот этой правилой фирме. То есть, здесь есть применения. Не знаю, как это, но и на экране отображаются. Но области, вот эти вот области, в которых эти прямые идут почти прямым образом. Вот здесь вот есть прямые, которых не видно, почему-то на экране. Но они отвечают тому, что в этой области применимо притурпативное качество. И то, что... Какой вывод делают из этого автор работы? То, что существует широкий область, который, с одной стороны, и... ...это... 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 который, в данном случае, отвечал на прямой линии. А уже нет. То есть, в данном случае, вот эта область, например, очень широкая. И чем больше энергия, тем больше такая переходная область по контактации. То есть, ничего похоже на резкий переход до локализации. Локализации не видно. Ну, а с вашей виду, что, действительно, нет никакого резкого перехода, но, с другой стороны, есть широкий кассовер между режимом здесь и режимом здесь. Но никакого резкого перехода здесь не видно. То есть, есть состояние, которое, с одной стороны, уже не описывается ферми-болден-роллом, а, с другой стороны, оно довольно сильно делокализованное. Да. А в чем было численное упрощение? Они что-то сделали, чтобы можно было посчитать, чтобы напрямую нельзя посчитать. Да. Ну, во-первых, они написали некоторое уравнение нажим, которое сводится к тому, что... Нет, по сути, они решали уравнение нажим. Они сделали до этого два приближения, честно. Да, вот эта работа. Сейчас. Во-первых, уравнение для собственной энергии. То есть, во-первых, отставывание все диаграммы. Сейчас, секунду. А какая модель все-таки? Модель такие, например, работают. Модель сходная. Никаких приближений, связанных с физической моделью, нет? Деревец нет. А про В тоже какие-то приближения, да? Что В Гауссов, наверное. Напоминает история Гауссова. Статистика. То есть, естественно, они не заложены. Никакой нет реальной статистики в этом уровне заложено. Но при этом, мельням вот такой. Но дальше решается уравнение на досуге. Это все-таки не квантовая точка, а тоже некая модельная задача, да? Ну да. То есть, в конце точки, оно будет не Гауссов, конечно. Но все, модельные задачи связаны с приближением дерева. А взаимодействие как-то есть еще? Да. А то, что ты называл точный численный счет? Точный численный счет, это просто exam diagnolization. Для примерно такой же модели? А, для той же модели, да. То есть, просто диагонизуется блюдня. Но, естественно, не в одной из этих областей, которые я знаю, или, наверное, или нет. Но для В какой-то нотериальной статистики не закладывается. И, ну, как, собственно, исходят предположения. Их не закладывалось. То есть, эта задача обракивал именно тому, что… Да. А теперь они по-правильности какие-то диаграммы выкидывали, да? Да. И в чем? В частности, какие остались? Оставлено только… Вот это уравнение Дайсона и в качестве собственной энергии оставлено только вот такого типа диаграмма. Сейчас надо… Я, честно, с точки зрения… С физической точки зрения, я не очень могу себе объяснить, что это такое. Но явно это не отвечает ни к полным тресным приближениям. Но, конечно, это не все диаграммы, которые можно адресовать. А им нужно было, потому что, если так сделать, то можно написать замкнутое выражение на «Ж»… Ну, просто… Не то, что половина, а просто участвована единственная нетривиальная диаграмма. Хорошо, да. Может, так будет достаточно. А может быть и недостаточно, в общем… Ну, они обращают внимание, что при маленьких энергиях, да, у них это дело сходится с точной диагнозацией. Ну, естественно, никто ничего не обещал. Потому что параметрические… Ну, параметры нет, да. Но, тем не менее. Просто это все к тому, что, на самом деле, нет ни одной даже численной работы, где бы давалось такое… Сейчас. А численную диагнозацию точную кто? Витамбюллер. 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 То есть, картинки тоже можно показать, но он говорит, что у меня везде есть, собственно, такой масштаб. Не, подогайди. Витамбюллер – это ж там же не та задача. Почему не так? Нет, это… Может, есть много Витамбюлллера? Да. Ну, хорошо. Куда это зайдет дело? Ну, можно эту статью сказать? А… И они с ним, собственно, и сталкиваются. Но их… Так как то, что они говорят, что у нас преимущественно мы можем пойти в большее G и в большее число состояния учесть. В исходном негативе. Ну, просто я обращаю внимание, что, собственно, вот этого перехода пока никто нигде не видел. Ну, мы, собственно… Ну, имеете в виду в эксперименте настоятельно, конечно… Сейчас. Вот этого – это какой? Это Е со звездочкой, да? Да. Нет, это не на звездочке. Е со звездочкой – то, что есть синалитический масштаб третья на корень из G, вот это видно. То есть вот этого прямо не есть. Нет, нет. Вот есть два разных обстоятельства. Одно, что есть такой масштаб корень из G. И это видно. Да. Видно, что есть широкая область переходная. Да. Но не видно локализация. Локализация тоже… Вот это вот и есть локализация. Вот то, что там края, поединицы… Далеко, так сказать, направлено и налево, всё правильно. Это если тут не видно… Точки перехода не видно. Точки перехода не видно. Точки перехода, да. Точки перехода не видно. Точки перехода не видно. Точки перехода не видно. Это то, что общее плановление, наоборот, делалось нумерным. И не сказать, чтобы это всё… Вот это всё… Когда была работа была? Тысяча первого, а он был. Тысяча второго. Да. Слегка, большой ответ активности в этой области нет. Не считая… Ну, да есть… Сейчас вот люди изучают локализацию решетки бета. То, что Владимир Харцов рассказывал здесь несколько недель назад. И это всё связывается с mini-bed localization. Ну, естественно, ввиду вот этих вот двух исторических работ. Но я просто обращаю внимание, что совсем не очевидно, что эти задачи одинаковые. Исходные есть подоврения, что они разные. И, собственно, вот это… То, что здесь было, приближение решетки бета получено, но пока нет денег в таком виде не наблюдалось. Поэтому то, что это одно и то же – это вообще, говоря, большой вопрос. Именно для того, что это решетка… Фокусом достаточки вовсе есть решетки бета. А второе – это как бы вторая история в этой локализации. Что будет в локализации? Ответа нет. Ну, есть несколько вопросов. Теперь, что будет в локализации? Что такое в локализации в локализации в локализации? Ну, прототип всех этих систем – это, наверное, сквантовая спинная цепочка. Или она же – взаимодействующая одномерной фирменкой. Есть такая работа, по-видимому, одна из первых, в которой, так называемый, я не поеду, проезжающийся был обнаружен в такой системе – это Fuse и Up. И то, что они обращают внимание, это… что я здесь написал? Такой континент, который всего вам известно, на весь порядок сидит в гараже. То есть считается, что вот этот кваж функтурирует от узла к узлу случайно магнитный фольер. Оно функтурирует от узла к узлу и берется из бога distribution бесконечного интервала. И то, что здесь делается – это так называемый предел бесконечной температуры. То есть говорится, давайте мы скажем, что у нас все состояния гилюбертного пространства… Возьмем такое определение, когда все состояния гилюбертного пространства равновероятны. И в таком распределении будем соединять. То есть это как бы бесконечная температура. И сейчас вот я объясню, как они это видят. Мы обсуждаем, что в такой системе происходит переход по… Так, если же зафиксироваться каждой единицей, то происходит переход по значению величины беспорядка. Как этот переход себя проявляет? Ну, во-первых, вот самая простая картинка проявлена вот это. Друговато немножко выше, но я с первым. По горизонтали – это H отложено. То есть ширина распределения случайного моего поля – где-то здесь вот 2,5. И по вертикали отложено то, что… То, что изучается – это спектр точных многих частичных состояний. То есть есть какие-то… Каждый раз при каждой реализации беспорядка можно получить полный набор многих частичных уровней. Это будут какие-то энергии. И от идиорита… Идиорит – это равно 1,2,2,3. Дальше можем смотреть, какова статистика расстояния между этими уровнями. И утверждается, что статистика… Статистика уровней, то есть многих частичных, испытывает переход из области меньше H в область больше H, а именно переход от Лигнера-Дайса на Пуассонов. То есть то, что здесь по вертикальной оси, может быть тут оно выглядит как будто до ноль, но на самом деле имеется в виду, что здесь 0,38 суток, а здесь 0,54 суток. То есть это такое изменение, скажем, на 10%, но на самом деле это не статистика уровней. То есть здесь всю статистику они, естественно, не извлекают, просто среднее расстояние между уровнями. И утверждается, что оно… Не среднее расстояние, а функтуация этого среднего расстояния. Функтуация среднего расстояния. Да, дисперсия. И утверждается, что эта дисперсия, она… Ну, естественно, она для различных ансамблей будет различная. То есть это не доказывает, что тут другой ансамбль, но, по крайней мере, доказывает, что ансамбли разные. То есть дисперсия… И здесь еще не было fine-side-scale, то есть эта система, где набор кривых – для различных размеров. С 8 до 16 спин. Видно, что никакой… В принципе, дальше я покажу работы, в которых было показано, что можно сделать из кеми, все эти кривые ложатся все на одну. Чтобы два взора, естественно, уже извлечь этот переход, потому что отсюда, и ему извлечь достаточно проблематично. Но, по крайней мере, это демонстрирует, что такой переход есть. Что точные на частичной уровне превращаются и в лассоновской ягодной статистике, в гаусс-фотокональной ансамбле. Другой способ на это смотреть – это… сейчас… это… мы, может, еще и другим, всего, есть много способов на это смотреть, но, так как мы еще оба свободны будем говорить в бою, наверное, в качестве участия свободы, я пока на этом останавливаюсь. То, что видно – это изменение статистических точных и многочисточных уровней. теперь… это уже более серьезные исследования на то же счет, то есть то, что тут происходило. Здесь была зафиксирована различная взаимодействие и менялся беспорядок. И было бы нужно, что при каком-нибудь беспорядке происходит такой переход статистики. Ну и, естественно, следующий шаг – это посмотреть на целую фазовую диаграмму по взаимодействию и по беспорядку. И тут задача равна эквиваля, естественно, это одно на языке взаимодействующих фермионов. Здесь просто прыжковый гумерит неан, t – это хоппинг-констант, который постоянный, v – взаимодействие, n – это плодность фермионов, количество фермионов в задном узле, и h – это случайный, то есть здесь случайный поле превращается в случайный секретенциал, действующий фермион. И… Это отличается от предыдущего тем, что здесь это эквивалентно анезотропной цепочке. Т.е. когда нет взаимодействия, она станет затропной? А, нет, там пропадет одно из… Нет, взаимодействие это было бы xy, а там просто газик был, да. Т.е. это было все j, j, y, j, z, а здесь, если бы не было взаимодействия, было бы только xy. И существующий шаг вперед в сравнении с этим, это то, что вот, если посмотреть на всю диаграмму плоскости взаимодействия и беспорядка, то как это выглядело бы, если бы мы сели на задное взаимодействие? Если бы мы сели на задное взаимодействие, мы видим, что где-то здесь скажу, при каком-то беспорядке действительно происходит переход из… Вот здесь вот слова пока не будем обращать внимание, но вот эта синяя область получена именно тем-то самым критерием. Критерием точки, в которой происходит переход от одного от самого к другому. Т.е. вот эти слова, они уже пока не важны, но расцветка именно синий и серый, она получена по статистике уровней. И если мы сидим на каком-то конкретном взаимодействии, то видно, что это то же самое и есть, да. Просто беспорядка… Число сколько угол не было? До… мне кажется, до восемнадцатого, побольше, чем там. Он двумя разными метками это делал. Т.е. пока вот это вот просто точная диагонализация. И здесь, да, вот, есть такой переход в статистике, но что важно, что тут уже можно увидеть, что этот переход, он то, что называется, рентом. Т.е. с ростом взаимодействия, естественно, природного взаимодействия это не имеется, но тут видно, что с ростом взаимодействия где-то критический беспорядок идет в цене анатомии. Не то, чтобы это было какое-то объяснение, но это вот такой вот существенный экспериментарий. Но существенное достижение этой работы в том, что здесь еще изучается транспорт. Т.е. тут вот никакого транспорта нет. Тут уже есть транспорт, а именно изучается вот такая вот традиционная функция. Как я сейчас в итоге, к чему я приду, это то, что вот это вот утверждение про то, что есть mini-badicalization или нет, оно достаточно тонкое, потому что тут это утверждение, когда вы говорите mini-badicalization, вы все-таки ожидаете, что нет транспорта. Поэтому вот это вот, например, называлось mini-badicalization transition. Тут утверждается, что с транспортом никаких таких радикальных перемен на самом деле здесь не происходит. Т.е. основной пассив этой работы состоит в том, что хотя статистика уровней испытывает переход резкий от одного отца к другому, транспортом ничего подобного нет. Как, собственно, увидеть, что это в транспорте для таких и столь малых систем? То, что здесь было сделано, это начался вот такой коррелятор. Коррелятор и желт номер узла. Опять же, желт все это делается по бесконечной температуре. Поэтому здесь вот в качестве статусу мы ставим просто размер биологического пространства. И этот коррелятор, плотность-плотность в разных узлах, естественно, зависит от расстояния между этими узлами и от времени. И из этих корреляторов уже можно извлечь сигму в квадрате, который характеризует расплывание пакета. Т.е. если вы посадите частицу в какую-то точку, если вы смотрите на сигму в квадрат, в которой есть сумма n – это расстояние от квадрата, n квадрата – это квадрат расстояние от квадрата, и такой вот cn от t вычесть cn от квадрата. Эта величина характеризует всплывание ванного пакета, т.е. например, в баллистическом случае сейчас тут будет то, что дальше изучается, вот такая величина α – d алгарифик сигма квадрат по dt. У нее в баллистическом инфузном случае разную, просто в качестве примера, если альфа 2 – это начальство транспорт туристический, т.е. сигма квадрат – это профессиональный t квадрат. А если альфа единичка, то это сфузный транспорт, сигма квадрат – профессиональный t. Ну и извлекается вот эта сигма квадрат как функция t. А наверное по логарифму надо дифференцировать? Я что-то не понял. А там юфон, по-моему, интересный. А нет, там я написал, да? Да. Ударит мы. Сейчас прям. Устроиться, как ударитим от поколения. И, ну, во-первых, тут надо как бы заниматься, что система конечная. Поэтому, если вы хотите извлечь что-то, касаясь того, что в состоянии на больших временах он довольно аккуратно действует. Ну и это авторам имеют в виду. А именно, здесь построена серия кривых для разных размеров систем. Построена сигма квадрат как функция времени. И для разных размеров систем. И нам говорят, что мы будем смотреть на эту кривую только до тех пор, пока эти кривые одинаковы. То есть считается, что там, где эти кривые начинают расходиться, важны эффекты конечного размера. Поэтому давайте мы будем смотреть только до той точки, где кривые отвечающие разным размерам начинают расходиться. Ну и, на самом деле, на разных кривых использовался разный метод. Для маленьких размеров точной диагонализации, для больших рассчитывалась другая динамика. Это плотность. Другими приближёнными методами. Ну, утверждается, что есть такая область, где система разного размера даёт один и тот же закон для сигму квадрата Т. И мы будем смотреть только там. Соответственно, левая графика как правая. То, что слева вы находитесь в том области, то, что здесь называется Subdiffused Metal, где статистика Гаусс. Это уже большой беспорядок, где статистика классовая. То есть первое, то, что видно, естественно, результат усоединения к беспорядку. Первое, то, что здесь видно, это... А, здесь тоже есть система разных размеров. Но они все сливаются в одну кривую. Ну, то есть здесь вот результат. Здесь видно, что эти кривые уже хорошо усоединились. По крайней мере для каждого размера есть хорошо определенная кривая, которая отличается от всех других кривых разного размера. Вот эти кривые получены результатом усоединения. Здесь вот этот шум, он связан с тем, что усоединиться в этой локализованной фазе намного сложнее. И тут тоже есть кривые для разных размеров, но они все отличаются только от друга в пределах шума. Очень естественная кривая, если вы верите, что у вас здесь транспорт относительно замедлен, поэтому тут вы будете гораздо позже чувствовать конечную разную систему. Ну и видно, что отличаются там 30 раз оси. Да, то есть здесь временная динамика, естественно, гораздо медленнее. Даже сама величина сигмун квадрат гораздо меньше, чем слева. Да, правильно, здесь разные масштабы. Но теперь можно, считая, что мы находимся только в той области, которая уже не зависит от размера, то есть считая, что вот эти вот времен сигмун квадратную высунули какую-то промежуточную систему, можно пробовать извлекать, как же она зависит от T. И, в частности, двухчисленная процедура такая, что строится этот сигмун квадратный, и делается хит на временах существенно больших, так сказать, оно еще меньше вот этой точки расхождения, и извлекается, в зависимости от того, где вы находитесь на этой большой фазовой диаграмме, извлекается показатель. Это буква R. И, как итог, построена вот такая вот кодовая диаграмма, в которой оси все те же. В принципе их можно рядом, конечно, рисовать. Дубы V и V, мне кажется, даже в одном и том же масштабе, от 0 до 8, до 6, и от 0 до 10. И вот эти контурные линии, это линии обстоянства букватов. То есть на что здесь обращают ваше внимание? На то, что даже в фазе, которая есть сабли фьюзив метал, в рамках как бы их точек, в рамках отмера систем, диффузии нет. То есть вот эта альфа, она еще, ну, якобы более чем на размеры щельки отличается от единицы. То есть вот здесь, кривая наприхандинка здесь на уровне 4, то есть здесь, вот эта вот область, это то, что по спектру является сабли фьюзив металом. Но по транспорту это, никакой диффузии здесь еще нет, это буква альфа, если отвергать вот это механизмное излучение, 0,4. То есть с ценой отличается от ожидаемой единицей. То есть утверждается, основное, что из этого надо извлечь, это то, что вообще-то, если вы говорите про подемонстрировали, что у вас уровни бассоновые, или там, про транспорт, вы еще там самым ничего не сказали. То есть тут, никакого резкого перехода к альфу в рамках их точек не наблюдается. То есть есть медленный кроссовер, от чего-то маленького, к чему-то, еще даже в глубине этой диффузной базы, сильно отличающейся от единицы. То есть, собственно, коэффициент диффузии равен нулю. Да. Но диффузия как бы... Это тоже диффузионный процесс, но более медик. Это не диффузия, где и локализация. Да. То есть, уходит, но медленно. Да. Но влажность, что это происходит именно даже вот здесь. То есть там, где спектр у вас примерно дайсинский, уходит медленно. И где спектр пасонский, уходит, но еще медленно. То есть, в общем, как такового перехода локализации в транспорте нет. А почему это так удивительно? Казалось бы, ну это какая-то там слабая локализация. Если я там вместо омеги напишу 1 на t, и заведу ее в экспонент, так у меня тоже будет или нет. Получится степень меньше, чем эффективная коэффициент диффузии. Он сам будет зависеть от t. Ну и будет видно, что какая-то степень, которая отличается у нас. То есть сам диффузия зависит от масштатуры, в смысле? Ну а три, да, вместо частоты он просто будет зависеть, ну как, частоту перевешу во время, d от t. Ну правильно. То есть это какие-то квантовые эффекты, которые приводят к тому, что в этой фазе, что, так сказать, мы же не называем металл в области, так сказать, слабой локализации, там, с углеводиона. Ну это мы просто не называем, все это то же самое. Нет, я говорю, что да, все это то же самое. Просто потому что имеется в виду, что это действительно не металл. Если мы пойдем на бесконечно большие времена, так мы увидим, что там таки есть локализация. Ну да. в этом смысле это похоже. Существует миллион систем, где есть самдиффузия, диффузия, супердиффузия, и она по разным причинам. Может не по той причине, может быть. В общем, вывод тот, что если один критерий – это наличие не нулевого коэффициента диффузии, а другой критерий – это статистика, то они таки с другими не сядут. Ну, они как-то даже никакой особой коэффициент между ними не имеют. Ну, просто часто приходится, когда мы говорим, что это локализация, мы говорим, как смотреть транспекторы. Ну, в общем, это совершенно разные вещи, которые мы соответствуем. Ну, и, по-другому, самая такая экстенция работа – это то, что здесь, все, что я сейчас демонстрирую, оно, в том смысле, во-первых, это бесконечная большая температура, и не разрешено по энергии. То есть, вот это усреднение, оно проводится просто по всему гибридовому пространству, поэтому есть просто усреднение по всем существующим в системе энергии. Всем, собственно, у меня. То есть, по всей зоне, да? Да. Не то, что кусочек вырезают. Здесь и здесь. Нет. По всей зоне. Бесконечная температура. Ну, это просто в основном потому, что это достаточно сложная объемная и честная работа, но можно, в принципе, с точки зрения, здесь нет транспорта в этой работе, но здесь есть очень подробное исследование спектра, и исследование этого перехода как функции энергии. То, что вот здесь сейчас нарисовано, это диаграмма, что здесь в босям. по осям здесь беспорядок, и это опять модель Безинберга с случайным полем, и по осям беспорядок, то есть, ширина распределения спектрологов с случайным полем, а по вертикальной оси энергия. То есть, энергия просто вся зона отложена... Энергия, да, плотность энергии. Да. Энергия нормирована на размер системы. Вся зона, как бы, отложена на 0,1. Зона, естественно, экстенсивная. То есть, это многочисточное состояние, поэтому где зависит вот эта единица, которая зависит от этой системы, оно тут все на 0,1. Ну и вот этот вот график, здесь отложены различные критерии, то есть, как они с собой соответствуют, как они друг другу отвечают. Во-первых, вот этот цвет, он отвечает тому, что называется participation coefficient. Participation coefficient — это коэффициент... Сейчас буду здесь. нечто похожее на то, что мы здесь обнаружали, а именно определяется на вот так. Немножко они нестандартно используют личину, которая называется вот она. Вместо того, чтобы смотреть на participation ratio, вот они смотрят на то, что называется participation integer. Это такая величина, которая на самом деле... А, да, вот вы... Важно. Вот вы можете посмотреть на формулу для нее. Вот она. Сколько как раз видит просто ее предел при уравном единице. И вот эта величина, она зависит от q. Прейтеры степени q — это... Прейтеры — это модуль умной функции на этом узле. И это такая величина суммы логарифов модуль умной функции на этом узле степени q. И можно показать, что эта величина... Вот изучать... В зависимости от этой буквы от вот то же самое, что изучать спектр токтальной размерности. Ну и можно показать, что в органическом примере sq — пропорционально аффективный алгоритм размер системы. То есть, когда ваше аффективное состояние размазано по всему доступному ей единице пространству, вот это sq — или с аффективного корритморазмер системы. И то, что они называют «principation ratio» — это вот эффекция аффа-1. Важно, что когда это аффа-1 есть единица, это значит, что состояние алгорическое. Когда аффа-1 равен 0,0,0 — много меньше единицы, это состояние в током пространстве аффективного То есть, тут сумма по всем узлам стоит, да? А, да. И это сводится к среднему по одному узлу, если оно эргонично. То есть, если оно эргонично, то все они равны. И можно показать, что это причинает просто логарифм. То есть, аффа равно единице. Это логарифм размер системы. В эргоничных случаях. А если не эргонично, то что с ней? Ну вот, сейчас как раз вот здесь вот эта кривая. Вот эти цвета, которые здесь изображены, это как раз в этой области это аффа равно единице. То есть, они делают фит для этой величины и замыкают оттуда аффа. В этой области аффа много меньше единицы. Ну и на самом деле, то есть, они, вот это как бы many-based localized space формально они здесь не рисуют этот participation efficient каким-то конечным. Но он, на самом деле, здесь всегда в области где-то одно или одно или двух. И как они сами пишут это в пределах их ошибки. То есть, вот это аффа-1, который они избегают коэффициент при логарифмах. Он, вот здесь вот есть единица. У нас краска такая, что вот здесь вот единица, а здесь вот нечто очень маленькое и пределах их ошибки. То есть, они не могут точно сказать, что это 0 или 0, но, по крайней мере, вот эта раскраска сделана просто прямо по этому коэффициенту. тут он какой-то конечный, но маленький. Это вот как бы один. Тут на этой диаграмме много информации. Первый кусок информации это раскраска. Как этот коэффициент или логарифм системы зависит от энергии, на которую вы смотрите, и беспорядок. С другой стороны, здесь еще куча разных точек, которые получены разными критериями. То есть тут тут есть наборы зеленых, синих, коричневых и еще таких точек. Они все получены исходя из разных критерий с линией перехода. Ну, наверное, все местные статусы какие-нибудь формы. В частности, например, интересная кривая это вот эта. Это то, что я вам покаживал некоторое время назад, то, что было сделано на работе Койла и Хьюза, но здесь им удалось просто сделать кейлин. И здесь, точнее, есть две меньшины. Первая – это та самая характеристика спектра, которая должна переходить из Глобса по Солнечную, от 0.54 до 0.58. Вот это набор и выход для разных размеров. Здесь размеры системы видишь, что гораздо больше, от 12 до 22. Это сделано на диагонализации, точная диагонализация больших аспектов. Ну, и видно, что им удалось подобрать так форму скейлинга, а точнее, говоря, ось Х в вот этой кривой, которую показывает скейлинг, она выбрана за исчет размеров с некоторыми критическими экспонентами. И, исходя из этого, удалось показать, что все эти кривые будут ложатся на одну и ту же. Ну, и, естественно, исходя из этого, можно более точно определить критическое моментное поле. Ну, и другая интересная величина, которым здесь использует так называемый kubak-liber-divergence, которая характеризует творство. Если у вас система эрготическая, то вы ожидаетесь, что если вы возьмете состояние очень близкое к энергии, они будут устроены близким образом, ну, их основные функции будут устроены каким-то близким образом. Точнее говоря, в количестве вот такая величина. кубок-liber-divergence это сумма по всем состояниям библиотового пространства. Сейчас. p-i-t и q-i-t это n-n-strich это два разных состояния библиотового пространства, которые по энергии где-то рядом находятся. p-i-q это их амплитуда на задном узле. амплитуда n-__'a- c-i-t k-i-t это амплитуда n-того состояния на этом узле. p-i-t это амплитуда n-st-состояние n-st-a- on В. И мы считаем теле-ڈi-divergence которая характеризует ракцию то есть такой мирович – такая мера различия двух гриарисовского распределения. И я утверждаю, что эта величина тоже должна испытывать скачок при переходе через и точнее говоря, я демонстрирую, что вот эта величина, которая есть мера различий двух вероятностей распределений, она по-разному ведется некоторым образом как функция беспорядка. А в частности, при маленьком беспорядке эта величина имеет некоторую универсальную пределку, то, что называется креал галкопатурного цепла, а на большом беспорядке она начинает зависеть от размера. И то, что здесь показано, то есть это такой альтернативный способ для характеризовать переход не по статистике уровня, а по структуре равновной функции. Она немножко непривычная, я, по крайней мере, не вижу, как она непосредственно связана с эрготичностью, не эрготичностью, у меня какой-то похожий будет и критерий. Но он нам сообщает, что если брать состояние близких по энергиям, то естественно, эта величина будет структурировать. Если возьмете два близких по энергии, если т имеет одно значение, два других, у нее будет другое значение, но у нее в этой величине есть некоторое статистическое распределение, которое зависит от того, в какой фазе вы находитесь. А точнее, если вы находитесь в долгализованной фазе, то эта крейл-нерджис имеет распределение, вот как здесь нарисовано, оно симметрично относительно двойки, двойки – это ее среднее значение. И это некая кривая, которая имеет… Это в случайных матрицах двойка, да? Да. Эта кривая не очень мне знакома, но то, что здесь видно, что… то есть при ее виду понятно, что она характеризует отличие двух собственных векторов, и то, что удается показать, опять же, численный эксперимент, что у этой кривой, у нее разные… у нее есть естественная функция распределения, и эта функция распределения, она тоже потерпевает переход от того, что отвечает Гауссову. Гауссовому ансамблю почему-то неизвестно, наверное. То есть это как бы еще дополнительные критерия определения того, что переходит. Это вот то, что справа такое кривое, это вот локализованная область. Да. То есть как бы функция распределения…